Всем привет! Сравнение смартфонов Huawei Y7 2019 против Apple iPhone 5s. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Примерно сейчас стоимость этих устройств одинаковая. iPhone сейчас стоит в районе 200 долларов и чуть там 210-220 долларов стоит Huawei Y7 2019. Что ж, давайте теперь по внешнему виду видим. Намного габаритнее Huawei. Вот у него дисплей, конечно, значительно больше. Дисплей его составляет 6,26 дюйма против 4-дюймового дисплея у iPhone 5s. Разговор динамик, фронтальная камера, датчики и кнопка для управления Home. У iPhone на передней части помимо дисплея тут разговор динамик, фронтальная камера, также датчики и логотип Huawei вот здесь вот снизу. На левой грани, на правой грани смартфонов тут кнопка включения и кнопки игровки громкости. У iPhone слот для одной nanoSIM карточки. На левой грани кнопки игровки громкости у iPhone и поздно для перехода в беззвучный режим. У Huawei тут слот для двух nanoSIM карточек и microSD карточки для расширения памяти. Сверху у Huawei джек для наушников и дополнительный микрофон у iPhone. Тут кнопка включения. Снизу джек для наушников iPhone, порт лайтинг, динамик, микрофон. Тут порт microUSB, динамик и микрофон. На задней части двойная камера у Huawei, датчик отпечатка пальцев и вспышка. Тут вспышка и камера основная. Включим устройство, сделаем это одновременно, посмотрим кто загрузится быстрее. Одновременно зажал кнопки, отклик был раньше чуть на iPhone. Теперь смотрим кто загружается. Он должен, по идее, у Huawei загрузиться быстрее. Одновременно загружается. Думал, что Huawei будет быстрее, но устройства загрузились одновременно. Дисплей у Huawei 6.26 дюйма, 1520 на 720 точек разрешения этого дисплея, это IPS дисплей. У iPhone 5S 1136 на 640 точек разрешения дисплея, а также IPS дисплей. Переходим в статистический тест Geekbench 4 по операционным системам. iOS 12.1.4 против Android 8.1.0. Apple A9, двухъядерный процессор, 1.3 ГГц, тактовая частота, оперативки 1 ГБ, встроенной памяти 16 ГБ. Против 3 ГБ оперативки у Huawei и 32 ГБ встроенной памяти. Вот процессор тут, Qualcomm Snapdragon 450, это восьмиядерный процессор, который работает в тактовой частоте 1.8 ГГц. Вот, и видеоускритель Adreno 506. Запускаем тесты процессоров, вот и увидите уже сам результат. Результат теста Geekbench 3, видим, проигрывает iPhone Huawei в одноядерном тесте, но выигрывает в полтора раза мультиядерный тест. Вот, интересный результат. Закрываем и смотрим еще на результат в Antutu бенчмарке. Вот, что тут нам показывают, 67 тысяч у iPhone против 73 тысяч у Huawei. То есть, мощнее считается Huawei. Закрываем и теперь делаем тест интернета. Кто быстрее грузит странички. И начнем мы с сайта Samsung. Samsung.com Переходим на сайт Samsung.com И кликаем по этой ссылке одновременно, смотрим, кто загрузит быстрее. Huawei загружает быстрее. Возвращаем назад. Теперь сюда. То же самое Huawei загружает быстрее. Окей. На сайте Samsung работает быстрее Huawei. Переходим на сайт Apple. Apple.com Huawei загружает быстрее. И смотрим по примеру этой ссылке. Huawei загружает быстрее. Он работает быстрее в интернете, причем значительно. Теперь игровой тест. Откроем PUBG Mobile. Тяжелую игрушку. Посмотрим, где она работает лучше. Ждем, пока загрузится меню. Где быстрее загрузится меню. Смотрим. Долго что там, что там грузится, но на айфоне, похоже, чуточку быстрее будет. Сейчас смотрим. Может и нет. Да, айфон быстрее загружает меню. И ожидаем Huawei, пока он загрузит. Загружает. Что ж, теперь начинаем игру. Одновременно. И вы увидите уже игровой процесс. Загрузился по Apple Mobile. Смотрим на игровой процесс. По графике, можно сказать, мы попались в одной игре. И вот по вот этому виду можно сказать, что на Huawei графика лучше на уровень. Вот смотрим по плавности. По плавности хорошо. Можно, конечно, и плавнее, но на 4 с плюсом по плавности игра работает. По пятибалльной системе. Смотрим, как на айфоне 5s работает игра. Да, по графике хуже на уровень. По четкости. По плавности тоже самое. Единственное, чем отличается, это графикой. То есть графика чуть пониже на айфон 5s. Вот. И в принципе, в среднем, игры будут работать лучше на Huawei Y7. На данный момент. Что ж, идем дальше. Теперь о камере. Камера основная у iPhone 8 мегапикселей. Фронтальная камера 0,3 мегапикселя. У Huawei основная камера двойная. Двойная камера фронтальная 8. А основная 13 плюс 2 мегапикселя. А теперь я покажу время снимков на основной камере этих устройств. В сравнении сможете сейчас оценить их качество. Что касается автономности, тут показатель где-то на 5-10% лучше на Huawei Y7. Он где-то так, ну на 5-10% работает дольше, чем iPhone 5s. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok